После того, как Генштаб Армении потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна, в центре Еревана собрались как сторонники оппозиции, воодушевленные шагом военных, так и сторонники правительства страны. Сам Пашинян назвал действия генералов попыткой военного переворота и потребовал отставки главы Генштаба. Но по Конституции это может сделать только президент. Некоторые люди хотят втянуть армию в неконституционную деятельность. Это попытка переворота. Но народ не позволит произойти перевороту в Армении. Один из оппозиционных лидеров призвал строить баррикады и блокировать здание парламента, пока депутаты не отправят Пашиняна в отставку. Экстренное заседание законодательного органа сорвалось из-за неявки депутатов правящего блока. Большую озабоченность в происходящем в стране выразили представители ОБСЕ. С осуждением армянских военных выступили в Турции. Мы выступаем безусловно против любых переворотов и путчей, где бы они ни происходили. Поэтому мы жестко осуждаем попытку переворота в Армении. Конечно, при демократии граждане могут критиковать правительство и даже требовать его отставки. Это естественно. Но неприемлемо, когда военные требуют отставки избранного правительства, не говоря уже об организации путча. Никол Пашинян обсудил ситуацию по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. Ранее в Кремле заявляли, что с тревогой следят за происходящим, но подчеркнули при этом, что Москва считает этот кризис исключительно внутренним делом Армении.